видео подготовлено для канала уроки тв математика 4 класс автор чекин часть 1 задание 391 в таблице 1 представлены результаты выступления мальчиков 4 отряда по некоторым видам спартакиада летнего оздоровительного лагеря дружба и дана 1 таблица в таблице 2 показано число очков которые начисляются за то или другое место по каждому виду спортивных состязаний и дальше составь таблицу 3 в которой будет показано сколько очков в каждом виде спорта набрал каждый участник на этом мы остановимся разберемся и выполним то что здесь сказано а потом пойдем дальше для того чтобы это сделать я скопирую первую и вторую таблицу данную в условии на чистый лист вот это первая таблица а вот вторая табличка небольшая и теперь давайте разберемся этими табличками что нужно сделать в соответствии со словами задания рассмотрим для начала таблицу в этой таблице показаны результаты участия в соревнованиях семи мальчиков виктор б сергей д андрей з борис к руслан т сергей f максим ш 7 участников третьем столбце показаны результаты в беге на 200 метров это за сколько секунд пробежал каждый из этих мальчиков следующем столбце показаны результаты прыжков длину сколько метров на сколько метров прыгнул каждый из этих мальчиков следующем прыжки в высоту и последнее метание мяча это уже результаты которые получены по по результатам соревнования но нам нужно составить такую же табличку то есть все те же участники все те же виды соревнований но чтобы стояли не результаты соревнований ячейках этой таблички а число очков как определить число очков но для того чтобы это сделать сейчас мы рассмотрим первое соревнование бег на 200 метров вот я результаты перепишу в том же порядке в котором они находятся в таблице чтобы не переписывать фамилии мальчиков первые строчки 50 потом 51 48 это все секунды 49 46 46 47 45 47 45 47 45 в том же порядке в котором они указаны в таблице и нам нужно определиться какой же результат из этих всех результатов лучше то есть какое тогда будет на первом месте но если речь идет о беге то естественно первое место займет тот кто пробежал быстрее значит его время меньше самое меньшее время из вот этих семи это время 45 значит вот это будет первое место дальше за ним идет 46 вот это второе место 47 это третье место 48 четвертое место 49 5 50 это шестое место и это седьмое место вот мы распределили места а теперь соответствую с маленькой табличкой нужно записать очки и так смотрим сюда вот это у нас шестое место смотрим в табличку смотрим в табличку за шестое место нужно записать 2 очка вот 2 очка тогда мы записываем здесь два здесь два Дальше седьмое место. Смотрим в табличку. Седьмое место. За седьмое место нужно записать 1 очко. Записываем 1 очко. За четвертое место 4 очка. За пятое место 3 очка. За второе место 6 очков. За третье место 5 очков. И за первое место 7 очков. И вот теперь вот эти результаты. 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7. Я внесу в таблицу. То есть я для начала сотру те значения, которые в ней были. Вот так. И запишу на их место полученные очки. 2 очка. 1, 4, 3, 6, 5 и 7. Ну и точно так же я поступлю с остальными результатами. Прыжки в длину. Ну тоже для удобства перепишу их. 3 метра 45 сантиметров. Ну и все остальные. Сейчас перепишу. Теперь нужно здесь определить, какое же место первое. Ну если речь идет о прыжках в длину, то соответственно занял первое место тот, кто прыгнул, чей прыжок оказался длиннее. То есть самый большой результат соответствует первому месту. Вот это первое место, вот это второе, третье, четвертое, пятое, шестое и седьмое. Так, проверю. Так, все верно. Теперь в соответствии с маленькой табличкой мы поставляем очки. Пятое место 3 очка, шестое 2, четвертое 4, седьмое 1 очко, третье место 5 очков, первое место 7 очков и второе место 6 очков. Так, теперь вношу в таблицу эти данные. Так, только очки. 3, 2, 4, 1, 5, 7, 6. Так, теперь вынесу, выпишу все прыжки в высоту. Так, рассмотрим результаты прыжков в высоту. Ну естественно первое место занял тот, кто прыгнул выше всех, выше других. Тогда самый большой результат, ну то выясню, что 1 метр везде, а только сантиметры мы будем сравнивать. Так, самый лучший результат это 1 метр 28 сантиметров, это первое место, второе место, вот это 25 сантиметров, вот это третье 22, потом четвертое 16, пятое 13, шестое 10 и 7 сантиметров, это седьмое место. Теперь в соответствии со второй табличкой, шестое это 2 очка, пятое это 3 очка, четвертое 4 очка, седьмое 1 очко, третье 5 очков, второе 6 очков и первое место 7 очков. Еще раз просмотрю. Все верно, внесу в таблицу. Так, 2, 3, 4, 1, 5, 6 и 7. Ну и последний столбец остался, там у нас метание мяча. Перенесу результаты. Так, здесь у нас тоже, это метров. Насколько метров каждый из участников метнул в мяч? Ну естественно, чем больше метров, тем лучше результат, поэтому самое большое количество метров соответствует, это первое место. Это 43 метра, значит это первый результат. Дальше идет у нас 41 метр, это второй результат, 40 метров, третий, 39, четвертый, 38, пятый, так, 35, шестое и 34, седьмое место. В соответствии с табличкой, пятое место это 3 очка, шестое место это 2 очка, третье место 5 очков, седьмое место это 1 очко, четвертое 4, первое 7 и второе 6 очков. Внесу это в таблицу. Так, 3, 2, 5, 1, 4, 7, 6. Ну а теперь давайте подсчитаем, а сколько всего очков набрал каждый из участников. Для этого я еще вот так продлю табличку. И еще один столбец, этот столбец вот так будет написано, всего очков. Всего очков. Очков. И вот теперь подсчитаем. Для каждого из участников, ну для первого участника Виктор Б. 2, 3, 2, 3. То есть всего 10 очков. Сергей Д. 1, 2, 3, 2. Это получается 8 очков. Следующий участник. Андрей З. 4, 4, 4, 5. Это 17 очков. Борис К. 3, 1, 1, 1. Это 6 очков всего. Руслан. 6, 5, 5, 4. Это будет 11 и 5, 16 и 4. 20 очков. Сергей Ф. 5 и 7. Это 12 и 6. Это 18 и 7. 25 очков. И Максим Ш. 7, 6, 7, 6. 7 и 6. Это 13. 13 умножить на 2. Это 26 очков. Теперь возвращаемся к условию. Смотрим, что нам нужно дальше сделать. Читаем условия. Предпоследний абзац. Составь столбчатую диаграмму, на которой будет видно, сколько очков в сумме набрал каждый участник за все четыре вида спортивных состязаний. Так, на этом остановимся и посмотрим нашу табличку, которую мы составили. Вот последний вот этот вот столбец. Он содержит, сколько всего очков набрал каждый из участников во всех состязаниях. Вот используя данные последнего столбца, нужно составить столбчатую диаграмму. В этой диаграмме каждый столбик будет обозначать количество очков, которые набрал каждый из участников. Ну и теперь перейдем к столбчатой диаграмме. Так, изобразим две оси. Одна и вторая. На вертикальной оси мы будем откладывать число очков. Число очков. Так, и сейчас мы шкалу нарисуем. Так, пусть полклиточки, это одно очко. Значит, вот один, два очка. Так, три, четыре. Вот четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре очка. Так, и у нас там двадцать шесть очков. Вот это у нас максимальное значение. Двадцать шесть очков. Теперь переходим к нашей табличке. Смотрим на нашу табличку и изобразим первый столбик, который будет соответствовать результату Виктора В. Он набрал 10 очков, поэтому мы изображаем столбик высотой 10. Закрасим этот столбик и подпишем его. Это результат Виктора В. Следующий столбик это Сергей Д. Его результат 8 очков. Вот 8. Закрасим и подпишем Сергей Д. Следующий Андрей З. Его результат 17. Вот такой столбик 17. Закрасим этот столбик и подпишем. Следующий Борис К. Его результат 6 очков. Вот 6 очков. Вот так. И подпишем. Дальше Руслан Т. 20 очков. Вот такой высокий столбик 20. Подпишем. Следующий Сергей Ф. Его результат 25 очков. Вот 25 очков. Закрасим. Подпишем. И последний результат это Максим Ш. 26 очков. Вот такой столбик. Вот мы его закрасим и подпишем. Вот у нас получилась вот такая столбчатая диаграмма. Теперь нам осталось ее подписать. Это у нас число очков каждого участника. И давайте напишем так. Участников соревнований. Ну и вот по этой столбчатой диаграмме очень легко определить, кто же победил в соревнованиях. У того участника, у кого столбик самый высокий, то это и победитель соревнований. Вот самый высокий столбик у Максима Ш. Это первое место. Следующий столбик это Сергей Ф. Это второе место. Дальше третье место Руслан Т. Четвертое это Андрей З. Вот это. Дальше столбик у нас пятый. Это вот это. Вектор Б. Шестой столбик. И седьмой столбик. Ну и последний. Читаем, что нам нужно сделать. Читаем последний абзац условия. С помощью составленной диаграммы «Определи победителя» и «Расставь остальных участников многоборья по занятым местам» можешь составить соответствующую таблицу. Давайте это сделаем. Так. Ну, вот такую табличку составим. В первом столбце мы запишем место. Место. И здесь будет первое место, второе место, третье место, четвертое, пятое, шестое и седьмое. А вот во втором столбце мы запишем участников. Участник. Ну и запишем. Первое место – это Максим Ша. Второе место – это Сергей Ф. Третье место – Руслан Т. Четвёртое место – Андрей З. Пятое место – Виктор Б. Шестое место – Сергей Д. И седьмое место – Борис К. Вот теперь на этом всё. Задание мы выполнили. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Продолжение следует. Спасибо.